Дорога к Лобановой щели, самому сердцу Утришского заповедника. Одному из мест, где живет черепаха Никольского, которая охраняется на международном уровне. Этим черепахам в буквальном смысле спасли жизнь. Они оказались в населенном пункте, животных подобрали активисты. Возвращение домой состоялось в рамках научно-познавательной экспедиции. Юные натуралисты из Анапы, победители конкурсов познакомились с работой ученых и студентов Московского государственного университета. По их словам, опасность для черепах таится и в дикой природе. В прошлом году в Лобановой щели сошел сель. Вот сейчас мы нашли, например, черепаху большую, которая мечена чипом давно, уже лет 5-7 назад. То есть она сидит постоянно на одном месте. А есть такие, которые проходящие. То есть они постоянно как бы путешествуют, куда-то уходят далеко, потом возвращаются или не возвращаются, куда-то еще идут. То есть, по-видимому, вот за счет тех таких странствующих черепах численность постепенно здесь восстанавливается. Но самое главное и залило то место, где черепашки размножаются. Ольга Леонтьева – один из идеологов создания Утрижского заповедника. Теперь у ученых здесь база. Они изучают растительный и животный мир вместе со студентами. Вячеслав готовит работу по фисташковым и можжевеловым лесам, а также изучает насекомых, в том числе клещей, которые паразитируют на черепахах. Клещи, которые мы снимаем в черепахах и изучаем их, они переносят заболевания разнообразные. Здесь нет, например, энцефалита. Энцефалиты и более северных регионов. У нас есть несколько специальных маршрутов на территории заповедника. Один из маршрутов в Устье и далее Лобаново-Щели. Также на Сухой лиман от территории базы вдоль побережья до Малоутриша, поселка. Как говорят ученые, территория заповедника, несмотря на относительную близость к цивилизации, уникальна и малоизучена. В прошлом году здесь открыли новый вид макриц. Его назвали в честь место обитания Утришского заповедника.